Орбитальный пролет. 27 февраля 2019 года военно-промышленный курьер Орбитальный пролет. Почему российский космос сдает позиции? Успехи Китая в космической индустрии вызывают удивление и здоровую зависть конкурентов. Страна стала третьей космической державой и упорно стремится к лидерству с прицелом на абсолютное доминирование в скором будущем. И надо честно признать, имеет на то основания. Больше всего поражают технический прогресс и динамика развития отрасли. Не вызывает сомнений, что Китай и дальше будет поступательно двигаться в выбранном направлении и новые прорывные проекты не заставят себя ждать. Запустив в 1970 году первый спутник, Китай пошел по пути СССР и США, повторяя их достижения и постепенно сокращая отставание. В 2003 стартовал первый пилотируемый корабль, а в 2008 осуществлен первый выход в открытый космос. В 2011 году произведена первая стаковка с орбитальным блоком. Проводились запуски автоматических научных аппаратов. В 2007 на орбиту Луны была выведена автоматическая станция. В 2012 китайский спутник изучал астероид. Вершиной стала уникальная посадка планетохода на обратной стороне Луны. Кроме того, произведя в прошлом году 37 космических пусков, Китай впервые стал мировым лидером по этому показателю. США затратили на лунную программу более 25 миллиардов долларов. Это 8 триллионов современных российских рублей. Таков порядок цифр, которые позволяют добиваться результатов в КНР созданной и используется широкая номенклатура ракет-носителей разного класса, вплоть до тяжелой. На территории страны четыре космодрома, с которых можно выводить спутники на любые орбиты. Моря и океаны бороздит флотилия современных научных кораблей, осуществляющих управление китайскими аппаратами в околоземном пространстве. В ближайших планах полноценная орбитальная станция и высадка людей на Луну с последующей ее колонизацией. Как и положено Великой Державе, Китай активно развивает военное направление в космосе. Еще в 2007 году было испытано противоспутниковое оружие. На завершающей стадии развертывания навигационной системы Бэйдоу, имеющей двойное назначение, регулярно запускаются спутники-разведчики. КНР безболезненно пережила запрет на коммерческие запуски американских спутников китайскими ракетами-носителями. Лишившись заказов, Поднебесная планомерно увеличивала число выведенных на орбиту спутников собственного изготовления. Мало того, стало продавать и иностранным заказчикам коммерческие аппараты вместе с услугой по их доставке на орбиту, что считается очень выгодной опцией. Предложением уже воспользовались Венесуэла, Пакистан, Бразилия. Возникает вопрос, за счет чего достигнуты такие результаты? Главный секрет успеха кроется в самом государственном устройстве. Официальное название страны Китайская Народная Республика вовсе неформальное. В руководстве представителей государственно-мыслящей элиты. Построение Великого Китая для блага всего народа это, если хотите, национальная идея. Отсюда и фантастические темпы роста экономики и инфраструктуры в конце ха-ха начали хи века. Космонавтика для китайцев один из общенациональных проектов. Отсюда огромное внимание к ней со стороны государства и общества. Все делается системно, шаг за шагом, на основе долгосрочных планов, рассчитанных на 50 лет и более отдаленную перспективу. Да и цифры говорят сами за себя. Космический бюджет Китая вдвое превышает российский. Конкуренты на подъеме. Интересна технологическая основа китайской космонавтики. Здесь можно вести речь о своеобразном симбиозе совершенно разных прообразов и школ, часть из них доморощенные. Но значительная доля технологий, особенно в области пилотируемой космонавтики, была получена в России, что позволило сделать качественный скачок и сократить сроки новых разработок. Какие-то достижения ракетного двигателя строения были по дешевке куплены на Украине. Кроме того, общеизвестно, что китайцы не брезгуют промышленным шпионажем и пытаются выудить секреты где только можно. Однако не вызывает сомнений, что в будущем доля собственных проектов будет только увеличиваться. Такая уверенность основана на освоенной Китаем советской системе образования, средней школы-университетне производства. То, что мы у себя разрушили, там, как и во всем передовом мире, творчески осваивают. Много специалистов из КНР продолжают получать образование в передовых технических вузах России. И все, будьте уверены, пойдут на производство, а не в коммерческие фирмы, как у нас. И американский космос сейчас находится на подъеме. Особенно преуспеленное темпо прищечастные компании, поднявшиеся с помощью государственных кредитов и заказов. SpaceX и Лона Маска с завидной регулярностью выводят на коммерческой основе на орбиту спутники различного назначения. Теперь ему перепадает и часть военных заказов, что говорит о доверии со стороны Пентагона. Как результат в прошлом году США обошли Россию по числу стартов. Обидно, что у нас частному космическому извозу не дают зеленый свет. Например, вместо того, чтобы оказывать поддержку S7 Space с ее морским стартом, чиновники от космоса всячески вставляют компании палки в колеса. Причем вроде как выказывается готовность поддержать частную инициативу. Луна и грош. В российской космонавтике особенно удручает отсутствие стратегического видения. Правительство продолжает финансировать отрасль по остаточному принципу отсюда и результаты. Точнее, их отсутствие. Вспомним январское совещание в Роскосмосе. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, «Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году. Надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией и увеличением доли России на международном рынке». Эти слова, хоть и кажутся на первый взгляд правильными, недвусмысленно намекают на то, что правительство не имеет желания поддерживать перспективные космические программы деньгами. Его не интересуют планы исследования Луны и других планет. Все живут одним днем. Роскосмос упрекают в том, что руководители его предприятий и подрядчики склонны к воровству. Но если чиновники расписываются в неспособности осуществлять жесткий контроль, пусть закладывают в космический бюджет дополнительное финансирование по статье «Непредвиденные расходы». Напомним, что США в 60-е годы затратили более 25 миллиардов долларов на лунную программу. По покупательной способности 8 триллионов современных российских рублей. Таков порядок цифр, которые позволяют добиваться серьезных результатов. Суммы, потребные отечественной космонавтики, вне всяких сомнений, внушительны, но принимать решения правительству России все-таки придется, коль оно действительно хочет видеть положительные результаты. Если же не готова выделять деньги, надо честно заявить об этом. Тогда будет понятно, что эта отрасль у нас на задворках и мы добровольно отказываемся от статуса великой космической державы. Владимир Волгин Газета «Военно-промышленный курьер» опубликована в выпуске номер 7-770 за 26 февраля 2019 года. 26 февраля 2019 года Право на данный материал Принадлежат военно-промышленный курьер Материал размещен правообладателем В открытом доступе